Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии парламентская программа законодателей. И сами я, ее ведущая Ольга Панова. Сегодняшний выпуск мы решили полностью посвятить дням Чувашии в Государственной Думе, которые прошли в мае. На протяжении целой рабочей недели регион презентовал свой потенциал. О богатстве истории и культуры Чувашии, о ее трудолюбивом и открытом народе в эти дни в Москве вспоминали достаточно часто. Однако главный акцент все-таки решено было сделать на инвестиционной привлекательности республики. В рамках Дней Республики глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с первым заместителем председателя Думы президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым. Михаил Игнатьев проинформировал первого вице-спикера о социально-экономической ситуации в республике, рассказал о подготовке к командному чемпионату Европы по легкой атлетике, который состоится в Чебоксарах уже в июне. А Александр Жуков, в свою очередь, рассказал, что Чувашия, которую он посетил в рамках форума «Россия-спортивная держава» в октябре прошлого года, запомнилась ему как один из самых спортивных регионов России, но не спортом единым. Республике довелось презентовать себя в один из самых насыщенных и многолюдных для Госдумы дней – день большого пленарного заседания. Это подарило Чувашской экспозиции нашим артистам обилие зрителей и неподдельный пристальный интерес. При первых же звуках Чувашской гостевой песни в фойе второго этажа, которая настолько медийна, что известно, пожалуй, всем телезрителям нашей страны, начали собираться зрители. Среди них и депутаты Госдумы, и представители правительственных структур, органов власти, общественных объединений. Многие захотели не просто познакомиться с выставкой, но и поделиться собственными ощущениями и эмоциями от знакомства и дружбы с Чувашской республикой. Оказалось, что поклонников в крае 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок в первопрестольной немало. Любовь к Чувашской, к своей республике, к своему городу – такое чувство высокого патриотизма. Оно не только в героическом месте рождения Николаева Андриана Григорьевича, не только в Шершилах, а вот чувствуется во всем город, ухоженность, дороги хорошие. Ну, все радовало сердце. Люди очень гостеприимные. Как будто бы я побывал в Советском Союзе. Иосиф Давыдович Кобзон, побывавший у нас совсем недавно, подарил общественности новый афоризм, остроумно заметив, что в Чувашии и дураков нет, и дороги хорошие. Впрочем, не только дороги. Успехи республики в социально-экономическом развитии очевидны. Это очень динамично развивающийся экономический регион с высоко развитой промышленностью, сельским хозяйством. В последнее время много инвестиций привлекается в Чувашию, развиваются такие высокотехнологичные отрасли, как электротехника. Мы знаем, что в Чувашии один из крупнейших, если не крупнейший в Европе завод по производству солнечных батарей. И это тоже очень важно, что промышленность развивается, несмотря на кризисные явления в нашей стране. Сельское хозяйство, безусловно, вся социальная сфера динамично развивается. И образование, и медицина, строятся новые клиники. Что мне понравилось, по Чувашии, если взять всю историю России, наверное, самый мирный регион. Никогда не было никаких конфликтов, ни политических, ни национальных, ни экономических, ни каким-то молодежным, как это бывает, эксцессы, фанаты какие-то особого рода. И я не только в Чебоксаре был, я обезжал и обычный район. И заметил это, не знаю, социологи не очень заметили, что самое хорошее отношение к ЛДПР именно в Чувашии. Здесь очень много говорилось о том, что люди трудолюбивые, и поэтому, конечно, и команда главы республики Михаила Васильевича, и мы в этой команде стараемся приложить все усилия с тем, чтобы эта республика принимала и иностранных инвесторов. Здесь говорилось о том, что работают и китайцы, и сербы, и шведы, и швейцарцы. Очень много немцев, очень много работают иностранцев. Это значит, что республика надежная. И очень здорово было бы, чтобы сегодня каждый из вас, кто здесь сегодня присутствует, обратил внимание на все богатства, на тот опыт, который развивает республика, и чтобы у республики появилось как можно больше единомышленников. Я горжусь тем, что, работая здесь, в Государственной Думе, в качестве депутата, я имел честь представлять Чувашскую республику. Я всегда мог рассказывать своим коллегам, что речь идет об одном из самых интересных, самых ярких, самых богатых с точки зрения традиций, культуры, научных, экономических, социальных, любых других достижений регионов Российской Федерации. Я сам в свое время открывал для себя эту удивительную республику и продолжаю ее открывать, потому что она очень разнообразная. Она очень глубокая. И уж простите меня за это, может быть, не очень распространенное слово. Она очень правильная. Люди, которые зовут Чуваши, вне зависимости от их национальности, вне зависимости от их профессии, возраста, пола, являются настоящими патриотами нашей великой России. Я же сегодня сказал в своем приветственном слове, что Чуваши – лучшее место для проживания. И, говоря эти слова, я же несу ответственность и перед народом Чуваши, и перед регионами России, и перед государственными деятелями, в данном случае перед депутатами Государственного дома. Много добрых слов высказали, несмотря на политические взгляды руководителей фракции. Это тоже очень важно. Кто побывал в республике, они нас полюбили. Это самые главные показатели. От этого улучшается деловой климат, от этого улучшается инвестиционный климат. О режиме благоприятствования для инвесторов говорили и в деловой части форума. Руководство республики – залог успеха. Видят в адекватном законодательстве, налоговых льготах, госгарантиях и готовых площадках. Отзывы российских парламентариев говорят о том, что усилия действующей власти имеют нужный вектор. По целому ряду показателей в рейтинге правительства, вы занимаете 14 место из 85. Я не ослышался. И когда я посмотрел ту информацию, которую вы любезно предоставили, то есть чем гордиться. И что самое важное, что те заделы, которые вы сделали, помогают преодолевать и те трудности, с которыми сегодня встречается экономика, развитая экономика и в вашей, конечно же, республике тоже. И мне бы хотелось, ну, во-первых, обратить внимание на один проект, который на меня произвел впечатление. В частности, вы в 2014 году за счет небюджетных средств создали такую систему энергетическую, солнечную, которой пока, я так понимаю, нет еще в России. И, казалось бы, для нашей страны, и тем не менее, это направление особенно важно, очень ценно, и именно в вашей республике то, что оно реализовано. Мы все понимаем, всем сегодня непросто, и крупному бизнесу, и малому, и среднему, но наша задача, задача органов власти, и республики, и органов муниципального образования не наблюдать за этими процессами в этих трудных ситуациях, находить варианты для решения, для разрешения и оказания содействия всем тем предприимчивым предпринимателям. Михаил Игнатьев в своем докладе подчеркнул, что приоритетом для современной Чувашии является достижение высоких стандартов уровня жизни населения. В основу стратегии социально-экономического развития положены инвестиции в человека, создание благоприятных условий для его самореализации. В республике предпринимаются активные меры по созданию и развитию импортозамещающих производств. Для снижения доли импортозависимости экономики планируется реализовать 52 инвестиционных проекта общим объемом инвестиций в 42 миллиарда рублей. Более 20 предприятий уже сегодня выпускают или готовы к выпуску новой импортозамещающей продукции. Для полноценного замещения также требуется совершенствование федерального законодательства. В части защиты внутреннего рынка от недобросовестных импортеров высокотехнологичной продукции, за счет выравнивания условий сертификации для внутренних производителей и импортеров. Сегодня, в отличие от техники отечественного производства, даже бывшая в использовании импортная техника зачастую не сертифицируется для использования на территории Российской Федерации. Это ведет к дискриминации отечественного производителя по отношению к иностранному и к захламлению внутреннего рынка. Деловой инвестиционный климат Чувашии с каждым годом улучшается. На сегодняшний день в республике осуществляют свою деятельность известные иностранные компании из Испании, Германии, Сербии, Японии, Китая. В настоящее время в республике сформирован инвестиционный портфель из 155 крупных проектов с общим объемом инвестиций на 260 миллиардов рублей, реализация которых позволит создать порядка 20 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. Думаю, что мы в равной степени заинтересованы, вне зависимости от палат, комитетов, партий, фракций, в равной степени заинтересованы в том, чтобы помогать Чувашской республике и вместе находить решение. Первая проблема по задержкам или отсрочке в оплате заказов по линии госкорпорации, разумеется, я об этой проблеме услышал не вчера, она существует достаточно длительное время, и каждый раз, когда я в Чувашии бываю на предприятиях промышленных, почти всегда я эту проблему слышу, во всяком случае, от тех коллег, которые связаны с государственным заказом. Надо сказать справедливости ради, что эта проблема существует не в отношении всего госзаказа, скажем, специально разбирался с Министерством обороны, там такой проблемы, насколько я во всяком случае знаю, не существует, вот госкорпорации этим грешат. Проблема имеет решение, которого просто необходимо добиваться. Представители Чувашии в Совете Федерации в этот процесс уже активно включились, отметил Константин Косачев. Уже направлен ряд официальных запросов в органы госвласти и госкорпорации. К процессу предложено подключиться и депутатам Государственной Думы. Дни Чувашии в Госдуме стали не первым выходом региона на площадку федерального парламента. В 2013 году аналогичное мероприятие принимал Совет Федерации. Тогда по итогам форума был принят целый ряд актуальных для Чувашии рекомендаций. В госсовете уверены, нынешний выход республики в свет также даст свои плоды. Это для того, чтобы мы привлекали людей, инвесторов. Что для этого надо? Для этого надо хорошая законодательная база, законы, нормативно-правовые акты нужны. У нас работают такие законы, как о привлечении иностранного капитала в Чувашскую республику. И хочу подчеркнуть, довольно-таки неплохо работают, потому что уже за последние три года у нас много сделано в республике. Многие иностранные компании пришли к нам, они построили заводы, производство. Например, взять в Канаше по переработке овощей. Тоже самая итальянская компания по производству плиток. Сейчас недавно в присутствии представителя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева открыли завод Хевель по производству солнечных модулей. Это все дополнительные рабочие места, хорошие, хорошо оплачиваемые. А что нужно для народа? Народу нужно, чтобы люди работали, для них, чтобы была работа. И в то же время такие заводы пополняют бюджет республики. Если мы сами зарабатывать не будем, нам с неба никто финансы вливания в бюджет республики не дадут. Поэтому нам самим стараться. Для этой цели мы были в Совете Федерации, в Государственной Думе. Хорошо, что много там участвовали такие известные депутаты, как Валентина Терешкова, Ковзон, Жирновский Владимир Вольфович и многие другие. Ну и, конечно, наши депутаты Государственной Думы Оршинова, Тихонов, Шурчанов, Аксаков. И в то же время хочу подчеркнуть, 17 субъектов Российской Федерации изволили участвовать именно на этих мероприятиях. Это говорит о том, что республику знают и хотят больше узнать. Конечно, интерес к республике был велик, потому что за последние 34 года у нас много сделано. Хотят еще к нам прийти инвесторы. Для этого мы создаем условия, без условий никто не хочет прийти, поэтому нужно сделать. Например, взять любое, даже райцентр или село, там открыть производство, это важно. И местным, на районе сельских муниципальных округов или в районе появление таких производственных мощностей, это дает дополнительное вливание бюджета. Мы ведь не только работаем на таких мероприятиях. Наши комитеты выезжают, участвуют на заседаниях комитета Государственной Думы, поднимаются волнующие свои вопросы. Мы выходим своей инициативой. Поэтому в тесном контакте мы работаем с Государственной Думой, связи у нас хорошие. Поэтому нет никаких вопросов, если какой-то нужный для республики законопроект поднять на федеральном уровне. С вами были законодатели. Я, Ольга Панова, прощаюсь и напоминаю, что наша программа выходит в эфир каждый последний четверг месяца. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова